Это уже не первый случай, когда представители дошкольных организаций жалуются на проблемы с финансированием. Из городского бюджета за каждого воспитанника выплачивается порядка 29 тысяч деньги в месяц. Эти деньги как раз и идут на зарплату сотрудникам детских садов. Наши сотрудники от этого не могут получить свою зарплату, не могут свои кредиты оплатить. Ну, это продукты, кредиты, это всё на данное время пандемии. Ну, сказывается, конечно, сильно для нас. А проблемы именно с Горано, какую я хотела озвучить, это то, что я не только работаю в этом регионе, я ещё работаю в Атаравской области. В Атаравской области таких проблем нету. Таких нету проблем, как приходите и бумажные носители приносить, как сейчас у нас просят, принеси бумажный носитель, я тебе тогда выплачу. Руководитель ассоциации Союза дошкольных организаций Алтенша Шахметалиева считает, что отдел образования работает в авторитарном режиме. В предложении и замечании предпринимателей не находят отклика в руководстве государственного учреждения. Отдел образования города Уральска задерживает своевременное финансирование за ноябрь месяц, за октябрь месяц. Отдел образования всё привязывает к бумажным носителям. Хотя отдел образования на сегодняшний день обслуживает техническая компания, которая предоставляет электронную программу «Индига». За эту программу наш гранул в лице Акимата города Уральска оплачивает за услуги техобслуживания более 30 миллионов тенге. В отделе образования подчеркнули, что практически все частные дошкольные организации уже получили выплаты за ноябрь. Задержка произошла из-за сбоев электронной программы. Прокуратура проверяет, финконтроль проверяет, поэтому они с нас требуют табель по детям. Вот по табелям мы должны их финансировать. Например, они в начале года, мы договор заключаем на 50 детей. За ноябрь всем, наверное, на счёт поступили, кроме вот восход Евразии, Голден Прайер, Страна Чудес. Ну, где-то 5 садов табелей не сдали. Отметим, что в Уральске действует 69 частных детских садов, в которых воспитываются более 5000 детей.